Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Прошло всего несколько месяцев с момента открытия первого ресторана Бузфуд на Цветном бульваре, а сегодня 2 сентября в Москве в 2 часа дня открывается второй ресторан Ольги Бузовой по адресу улица Новый Арбат, дом 17. Александра Чернова поправилась на острове любви на 4 килограмма. Теперь Саша хочет заняться спортом, только тренера еще не выбрала. Сможет ли, помня результаты работы специалистов по ее перезагрузке и учитывая ту кучу продуктов, которые она тащит к себе в комнату каждую ночь, о чем рассказали остальные островитяне. Недавно Настя Кочервей покинула Дом 2 по собственному желанию, но вскоре после ухода перестала выходить на связь с близкими. Настя объяснила в сети, что она пытается прийти в себя. Сейчас она в депрессии и морально подавлена. Она не может выходить из дома и боится камер. А Андрей Шабарин рассказал, что Настя винит его в этом, что он ее сломал, но сам он считает, что это не так и на проекте девушка играет роль жертвы. Слова Кочервей о том, что она не выходит из дома, Шабарин назвал вредом. В сети появилась переписка Евгения Ромашова с транссексуалом, в которой Женя рассказал, что работал веб-моделью. Оказалось, что Ромашов был коллегой Ольги Рапунцель. Две недели назад на ТНТ стартовал новое шоу «Бородина против Бузовой». Помимо основных эфиров дома 2, Ксюша и Оля появлялись на телеэкранах в собственном шоу, которое выходило в 7 вечера. Сегодня стало известно о том, что продюсеры ТНТ приняли решение перенести эфиры «Бородина против Бузовой» на 11.30 утра по будням. Теперь вплоть до обеда зрителям придется смотреть «Дом 2 Лайт», «Остров любви» и «Бородина против Бузовой». Стоит отметить, что перенос был вынужденным, ведь долгожданных рейтингов новое телешоу так и не принесло. Несмотря на шумиху вокруг этого проекта, он так и не стал интересен зрителям, поэтому было принято решение освободить вечер на ТНТ от данного шоу, которое вызвало множество критики. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Лера Фрост представила подписчикам своего нового кавалера, тоже любителя ходить на телешоу, о котором дала интервью журналу Дом 2. На днях в периметр телешоу вернулся бывший участник Саймон Марданшин. Молодому человеку уже приписывают возможный роман с Ириной Пинчук, с которой он отлично проводил время на свадьбе Вити и Тани Литвиновых. Поклонники телепроекта Дом 2 в шоке от возвращения на шоу неуравновешенного Марданшина. В прошлый раз парень творил невероятные зверства из-за продолжительного нахождения в периметре, поэтому никто не застрахован, что в этот раз ситуация не повторится снова. Очевидно, что организаторам проекта плевать на здоровье и психическое состояние участников. Ради рейтингов они готовы возвращать таких людей как Сэм, которые не всегда могут сдерживать свои эмоции. Отметим, что по словам Лены Хроминой, на этот раз Саймон пришел на телешоу не за любовью, а устраивать трэш. Интересная новость с сайта шлок. Бывшая участница Дома 2 Александра Шева бросила Виктора Шароварова и вернулась к Араю Чебаняну. Эта новость больше всего шокировала подписчиков Арая, ведь он утверждал, что никогда не примет Шеву, которая его предала. И только вчера стало известно, почему Чебанян принял бывшую девушку назад. Все дело в банальном пиаре. По словам Виктора Шароварова, всего через неделю, как Шева вернулась к Араю, количество его подписчиков увеличилось на 30 тысяч. Более того, его загибающийся инстаграм, который перестал приносить доход из-за обилия рекламы, связанной с сетевым маркетингом, начал процветать. Именно благодаря появлению Шевы в жизни Чебаняна он снова может развивать свой профиль в соцсети и зарабатывать на этом деньги. На протяжении нескольких недель Валера Сумароков и Анастасия Яндальцева строят отношения на Сейшелах. Ни для кого не секрет, что для Насти немаловажным критерием при выборе мужчины является его финансовая состоятельность. Однако Валера стал исключением. Судя по анонсу, Насте надоело жить на проекте и состоять в отношениях с таким бесполезным парнем, как Валера. Девушка открыто сообщила на лобном месте о том, что хочет на яхту и вертолеты, а на островах ей этого никто не дает. В конце концов, Яндальцева сорвалась на своего избранника и ударила его по лицу. Сумароков не ожидал такой грубости от Анастасии, поэтому не успел увернуться. Молодой человек пояснил, что уже отказался от Насти, ведь кроме денег ей ничего не нужно, а внутри одна пустота. Отношения Алены Савкиной и Ильи Яббарова окончательно испортились. Ребята больше никогда не будут вместе, по крайней мере они оба твердят об этом сейчас. Алена и Илья в скором будущем станут родителями, однако ребенок будет расти в неполноценной семье. На днях Савкина рассказала своим подписчикам в социальной сети о том, что намерена дать сыну свою фамилию. По словам будущей матери, как бы она не хотела обратного, однако Ильи совершенно наплевать на будущего сына, поэтому его фамилия ребенку не нужна. Савкина заявила, что жить для детей является самым большим счастьем. Телезрители давно возмущены нахождением на проекте Оксаны Рязки. Многие искренне недоумевают, что делает на проекте возрастная участница, которая даже не пытается строить любовь. Главным предназначением Рязки в доме 2 называют плетение интриг и всяческое привлечение к себе внимания. На этот раз девушка рассказала историю, в правдоподобность которой поверили не все. По словам Рязки, она подвергалась нападению маньяка. Расцарапав обидчику лицо и выбив стекло его автомобиля, Оксане чудом удалось выбраться из рук преступника и остаться живой. Многие подписчики посочувствовали девушке, которой пришлось пережить настоящую драму. Однако нашлись и те, кто уверен, что история – выдумка от начала и до конца. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!